Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа События недели. Вопросы газификации и газоснабжения Карачаева-Черкесии обсудили на расширенном совещании с руководством Газпром Межрегионгаз. В этом году стартует строительство сразу двух больших газопроводов в Учкуланском ущелье и до Джамагатского. На сегодняшний день ведется разработка проектной документации для строительства еще трех межпоселковых, которые позволят газифицировать 10 населенных пунктов в Уропском районе. Мадина Каракетова подробнее. Прежде чем приступить к обсуждению заявленных тем, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов приветствовал заместителя начальника регионального департамента ПАО «Газпром» Арсена Гоглоева, генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Сергея Густава, а также коллектив газовиков Карачаева-Черкесии, которые сегодня отмечают юбилейную дату 60 лет со дня образования газораспределительной организации в республике, и выразил всем присутствующим благодарность за работу. У нас есть задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации. Мы в плотном контакте с вами, со всей вашей командой, неукоснительно исполняем их, и где-то даже какие-то нововведения, такие как принятое решение, мною принятое решение по вашему совету о том, чтобы мы по то, что касается социальной газификации, сделали прямо до дома. Это касается всех жителей нашей республики. Рашид Темрезов выразил уверенность, что договоренности, прописанные в программе газоснабжения и газификации Карачаева-Черкесии на 2021-2025 годы, будут реализованы в полной мере. В Карачаево-Черкесии на сегодняшний день услугами газоснабжающей организации пользуются около 118 тысяч абонентов физических лиц и 200 юридических. И самое главное, отметил генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густав, газ, поступающий в Карачаево-Черкесию, оплачивается вовремя и в полном объеме. Республика газифицирована на 83,7%, тогда как в целом в России этот показатель достигает 72%. Программа газификации и газоснабжения Карачаева-Черкесии на 2021-2025 годы предусматривает выделение около 7 миллиардов рублей, которые запланированы на строительство межпоселковых газопроводов, реконструкцию двух и техническое перевооружение четырех газораспределительных сетей. Разошьем в эти годы все узкие места для того, чтобы промышленность, сельское хозяйство в республике развивалось. Будет построено еще 372 километра распределительных сетей, вновь газифицированы будут 25 населенных пунктов, обеспечена техническая возможность газификации еще 8,5 тысяч домовладений, и 30 котельных перейдут на природный газ. Сергей Густав отметил, что программы 2021-2022 годов выполнены успешно. До конца января будет утвержден план график синхронизации на 2023 год, и нет оснований сомневаться, что и эта работа будет выполнена на уровне. Что касается догазификации, то на сегодняшний день подано 3700 заявок, из которых принято в работу 3400. Газпром газораспределения Черкеск подписал договор, и компания обязуется построить газопровод до границы земельного участка. Решение главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова о доведении газа от границы земельного участка до цоколя дома за счет бюджета республики Сергей Густав назвал лучшей практикой. Гражданину, владельцу достаточно будет купить газоиспользующее оборудование, плиту, котел, а с учетом решения президента, поручения президента, которое тоже вами реализовано в республике, и еще для девяти льготных категорий граждан будут предоставлены субсидии 100 тысяч рублей, то можно сказать, что для очень большого количества жителей республики вся догазификация, по сути дела, будет без использования их средств, а значит, что газ придет в плиту, в котел, и люди по-настоящему будут пользоваться этим благом, который называется природный газ. Сергей Густав также довел до сведения участников совещания, что программа до газификации полностью профинансирована, обеспечена трудовыми и материально-техническими ресурсами. Если нас услышат жители республики, если вы проживаете в населенном пункте газифицированном, и у вас нет газа, даже если нет газа на вашей улице, на соседней, но населенный пункт газифицирован, подайте заявку, и мы в совместной работе с правительством республики доведем газ, теперь можно говорить уже до цоколя вашего дома, до газоиспользующего оборудования. Это очень серьезное решение, и мы видим большой еще потенциал этих заявок, которые должны поступить после этих, я считаю, судьбоносных решений. Рашид Темрезов отметил, что газификация, помимо комфорта жителей населенных пунктов, ставит задачи, связанные с сохранностью лесов и экологии. Рассказал участникам совещания о взаимодействии в решении этих и других вопросов с партией «Единая Россия» ведомствами. Поблагодарил «Газпром» за всемирную поддержку не только в вопросе газоснабжения населенных пунктов, но и в реализации социальных проектов на территории республики. Те замечания, которые поступают в наш адрес, мы не спорим, мы их потихонечку стараемся решать, улучшать, и постараемся сделать все так, чтобы вас друг друга не подводить. Участники совещания обсудили принципы безопасного использования газового оборудования. Вопрос был поднят не случайно, так как в прошлом и позапрошлом годах в республике имели место быть случаи отравления угарным газом, в том числе и с летальным исходом. Как отметили специалисты, речь идет о домовладениях, в которые был невозможен доступ специалистов газовой службы. В завершение совещания Рашид Темрезов и Сергей Густав поздравили «Газпром» газораспределение «Черкес» 60-летним юбилеем. Магина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Руководители Карачаева, Черкесии и Старобельского района Луганской республики подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках рабочей встречи в Луганске Рашида Темрезова с временно исполняющим обязанности главы Луганской народной республики Леонидом Пасечником обсудили различные направления сотрудничества республик в социально-экономической сфере. По поручению президента России Владимира Путина об оказании помощи освобожденным территориям новых субъектов России Рашид Темрезов подписал соглашение о сотрудничестве с ИО главы администрации Старобельского района Луганской республики Александром Гончаровым. Рабочая группа правительства Карачаева, Черкесии совместно с руководством района определит конкретные направления деятельности и интеграции Старобельского района в реализацию госпрограмм и приоритетных нацпроектов, действующих в России. Леонид Пасечник поблагодарил Рашида Темрезова за готовность к сотрудничеству и выразил уверенность в том, что дальнейшее взаимодействие двух республик будет способствовать улучшению качества жизни граждан. Год развития промышленности в Карачаево-Черкесии стартовал с запуска нового производства. В открытии завода по производству гипсокартона компании «Хабес Гипс» принял участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. О знаковом событии и об основных моментах встречи расскажет Альбина Ламкова. Проектная мощность новой линии по производству гипсокартонных листов составляет 15 миллионов квадратных метров в год. Объем инвестиций – более 1 миллиарда рублей. Производимая заводом продукция обеспечивает технологический суверенитет страны и заменит импорт. Особым преимуществом данного проекта является близость к качественной сырьевой базе «Карьер гипсового камня», что является серьезным конкурентным преимуществом «Хабесского гипсового завода» по цене и по качеству, прокомментировал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Технология изготовления гипсокартона состоит из пяти этапов. Приготовление смеси – подачу на линию картонного полотна. Затем ее направляют в формовочный модуль. Там выравнивают, разрезают на необходимые размеры. После чего готовое полотно сушат, и оно готово к продаже. Сразу можно через компьютер все запустить и работать без проблем. Если збои появляются, сразу программисты подключаются и исправляют эти ошибки. В общем, работа не пыльная? Нет. Хорошая работа, коллектив тоже хороший. Доверие к работнику и его ответственность за конечный результат труда, создание комфортных условий для коллектива умело использует руководитель производства, директор предприятия Олег Горгунов. Руководя Хабецким гипсовым заводом, он вносит значительный вклад в экономическое развитие региона. Надежные высокие результаты команды профессионалов в промышленном производстве обеспечивает Олег Абубикирович. Он у руля предприятия более 30 лет. Когда Всевышний делил богатство, недра, мне достался прекрасный многонационарный коллектив. Он очень работоспособен и дружен. За спиной они меня называют Дада, что по-русски означает дед. Оно так и есть. Старшие, как братья мои, а младшие, как дети мои. На торжественном событии состоялась и церемония награждения сотрудников гипсового завода почетными грамотами. Вручил их Денис Мантуров. Рашид Тимрезов также вручил грамоты лучшим работникам региона в сфере промышленности. В завершении рабочей поездки Денис Мантуров осмотрел выставочную экспозицию «Продукция 15 промышленных предприятий» и уделил внимание каждому его руководителю. Вице-премьер оценил результаты работы за последние годы. Обозначил действующие меры поддержки для дальнейшего развития их производства. Также отметил многоплановость представленной продукции. От производства стройматериалов и горнодобывающей промышленности, химии, машиностроения, резинент технических изделий, текстильных изделий и лекарственных и дезинфицирующих средств, косметической, санитарно-гигиенической продукции и бумажных изделий бытового назначения. Мы первые в России в 2008 году реализовали проект по производству косметических платных дисков и палочек. В ходе беседы каждый руководитель предприятия рассказал, что хорошо понимает структуру предоставляемых и принимаемых мер поддержки по линии Минпромторга Российской Федерации и уже пользуется. В результате Денис Мантуров подчеркнул, что развитие промышленности является одним из ключевых направлений, обозначил промышленный потенциал региона, на что нужно сделать акцент. И не только. Скажите, пожалуйста, как развиваются региональные фонды развития промышленности Карачаева-Черкесии? Уже сегодня, во-первых, есть возможность за счет плеча со стороны Федерального фонда расширять возможность предоставления льготных займов предприятий промышленности региона 70% это Федеральный фонд и 30% это Региональный фонд развития промышленности. Но вот Рашид Бориспич ко мне сегодня обратился с просьбой расширить возможность по Карачаеву-Черкесии. Вице-премьер поддержал предложение. Теперь процентное соотношение финансирования региональных фондов развития промышленности из федерального бюджета будет составлять 90%, а из регионального – 10%. Для нас развитие промышленности является ключевым направлением так же как сельским хозяйством, туризмом. Но у нас основная структура нашего ОРП – это, конечно, промышленность. И те меры поддержки, которые мы на протяжении уже очень многих лет ощущаем, я благодарен, Денис Валентинович, вам. Еще раз хочу сказать о том, что для нас это очень знаковый ваш приезд, потому что любые мои обращения к вам, они всегда имеют практические решения. И мы видим, что сегодня все предприятия, каждый из руководителей говорил вам саму благодарность. В заключение Денис Мантуров выразил уверенность в стабильности заказов предприятия. Предпосылки есть. И этот факт станет ключевым показателем эффективности деятельности Хабецкого гипсового завода. Альбина Ламкова, Лебостанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район. Сейчас реклама, после продолжим. Внимание! Сезонная распродажа в магазине «Вятские меха». Скидки до 50% на все. Рассрочка без переплаты. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкеск. Пятигорский государственный университет предлагает уникальную возможность получения качественного высшего образования в заочно-дистанционном формате, в том числе одновременно с обучением в любых вузах страны и мира. Прием документов до 2 февраля 2023 года. По адресу город Пятигорск, проспект Калинина, 9. Или онлайн на сайте университета. Поступай правильно. Поступай в ПГУ. Девчонки, мы снизили цены в разгар сезона. Скидки до 30%. Шубы в рассрочку на 3 года со скидкой. Без первого взноса и переплат от снежки. Черкесск с 24 по 29 января. Центр развития предпринимательства. И по секрету, меховой жилет в подарок. Не пропустите в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Сотелла «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. В Покровском храме Черкеска состоялся митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий против казачества. В мероприятии принял участие атаман Кубанского войскового казачьего общества Александр Власов. Репортаж Али Баташева. Вечная память, вечная память. Ежегодно эта скорбная дата собирает людей разных национальностей и вер. Красные гвоздики, венки, корзины с цветами. Минута омолчания в память о казаках, ставших жертвами репрессий со стороны государства. 24 января 1919 года вышла директива Якова Свердлова. В этом циркулярном письме предписывалась беспощадная борьба с казачеством, вплоть до его полного уничтожения. С этого дня начался целенаправленный и изощренный геноцид казачьего народа, который был объявлен опорой самодержавия и контрреволюционным сословием. Изучая исторические справки, все то, что происходило более ста лет назад, когда под корень уничтожался целый народ. Дети, женщины, старики без вины были убиты. Все это сложно сейчас подбирать слова, но для чего мы проводим такие мероприятия, это в первую очередь, конечно же, память должна жить. Память должна жить в народе о тех событиях. И самое главное, не повторять тех ошибок. Расстрелы и депортация дополнялись экономическим террором. Людей лишали имущества, отбирали скот, землю, по сути, обрекая оставшихся в живых на голодную смерть. Так произошло с семьей казака Евгения Коломийцева из станицы Зеленчукской. Мои предки зажиточные были казаки, хотя принимали участие в гражданской войне на стороне красных. Были такие времена, но затем последствия пострадали. Дед был репрессирован, содержался в армавирской тюрьме, а на плечах бабушки осталось четверо маленьких сыновей. Трагедия унесла жизни более миллиона казаков. Даже спустя столетия казачьи станицы Карачаева-Черкесии не могут восстановить свою былую численность. Уничтожению были подвергнуты целые фамилии, семьи. Большие потери понесло православие, поскольку казаки были хранителями и защитниками православной веры. Мы должны с вами продолжать ту традицию, которую заложили наши отцы и деды. Что это за традиция? Традиция – это, конечно же, верить в Бога, быть верными Богу. Это традиция быть верными своему Отечеству. Это традиция быть верными своим предкам. И вот пока мы живы, мы должны обязательно молиться о них. Мы должны обязательно их поминать. Мы должны обязательно помнить о них. Уважаемые братья и сестры, ваша скорбь – это всегда была нашей и наша вашей. И мы столетиями жили в мире согласия и взаимоуважения. Боль, которую пришлось пережить казакам, близка и понятна многим народам России, в том числе братским народам Карачаева-Черкесии. Помимо казаков, в жернова репрессий в первой половине 20 века попали карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары и другие. Отрадно, что справедливость восторжествовала, и бесчеловечные репрессии были признаны государством незаконными. Казачество пережило страшную трагедию. Это действительно ужасное время было для нашей страны. Но тем не менее, сегодня мы видим, что казачество возродилось. Казачество укрепило и возродило свои традиции, обычаи. И сегодня является надежным защитником нашей Родины. Сегодня, бок о бок, со всеми народами казачество защищает нашу Родину и укрепляет тем самым и межнациональный, и межконфессиональный мир нашей великой страны. По традиции, траурное мероприятие завершилось возложением венков и цветов к памятнику казакам, погибших в годы репрессий. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В Нальчике прошло заседание Расширенного совета Международно-Черкесской ассоциации, где подвели итоги работы организации за 30 лет. В нем принимали участие около 200 делегатов Адыге Хасе из Адыгей, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии, Краснодарского края, Северной Сити и представителей зарубежных общественных организаций Адыгов. С места события репортаж Фатимы Дауровой. Расширенный совет МЧА предусматривал присутствие представителей всех главных организаций Адыгахаса, а также муниципальных районов, сельских поселений, республик, участниц заседания. Были также приглашены представители федеральных и региональных органов власти, министерств и ведомств, духовенства, национально-культурных центров, учителя родных языков. От администрации президента России Владимира Путина к собравшимся обратился главный советник Департамента по национальной политике Сергей Бах. Важно, что ассоциация выступает за межнациональное и межконфессиональное согласие, консолидацию народов Северного Кавказа, в их общем стремлении отстаивать интересы, защищать суверенитет и целостность Великой России. Примером этому являются тысячи воинов-героев, которые, чувствуя себя частью нашего национального народа, сражаются сегодня за его будущее. Приветственные слова к участникам заседания от глав трёх братских республик были оглашены их должностными представителями. Делегацию Карачаева-Черкесии возглавил сенатор Российской Федерации, представляющий исполнительную власть региона в Совете Федерации Крым-Казаноков и руководителя ДГХСа Черкесский парламент Али Асланов. Очень важно, что сегодня в непростое для нас время, с присущим для горцев силой воли и мужеством, мы едины в своём стремлении отстаивать интересы российского государства и готовы выразить решительную поддержку решением нашего национального лидера, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путин. Искренне желаю всем участникам расширенного заседания успешной и плодотворной работы, крепкого здоровья, благополучия и успеха в решениях поставленных задач на благо нашего Отечества. С уважением глава Карачаева-Черкесии и Республики Российской Федерации. С главным докладом выступил президент МЧА Хаутий Сахроков. В своём выступлении он рассказал о пройденном за три десятка лет пути становления и развития ассоциации, о накопленном опыте в деле сохранения языка и культуры адыгской нации, выстраивании долгосрочной политики, направленной на укрепление единства черкесов, рост национального самосознания, воспитание у подрастающего поколения традиционной системы духовно-нравственных целей. Одним из главных вопросов обсуждения расширенного совета стало выражение позиции МЧА к инициативам президента России Владимира Путина по проведению специальной военной операции. Да, мы с первого дня, члены МЧА, Тхамада, которые составляют явное большинство, были не только согласны и поддержали, но и официально сделали заявление в адрес нашего президента России о том, что мы не только понимаем, поддерживаем всецело, но и готовы оказать всяческое содействие в проведении этой специальной операции. Наша Россия должна отстоять свою независимость, суверенитет, в том числе и мы, составляющие Великой России, наши республики, наш народ, адыгачеркесский, исторической родиной которой является Россия. Выступающие говорили о проблемах, которые есть перед черкесским народом во всем мире. Какие проблемы у заграничных адыгов. Разговаривали про репатриацию и сегодняшние актуальные проблемы, все были подняты. Кроме этого, разговор шел о сегодняшней ситуации в нашей стране, по отношению наших соплеменников к этому всему. И все вопросы были разобраны. Руководители адыгских общественных организаций обозначили свое видение и место в происходящих событиях и призвали к консолидации в общем стремлении отстаивать интересы, суверенитет и целостность страны. Участники Расширного совета МЧА в своих выступлениях подчеркнули, что ассоциация не остается в стороне от общественно значимых изменений в жизни страны и занимает активную позицию. Одной из основных и уставных задач остается содействие укреплению мира и согласия между народами, а также предотвращение конфликтных ситуаций. Фатима Даурова, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Нальчик. В эти дни отметил свой 75-летний юбилей известный общественный и политический деятель, директор Республиканского государственного Ногайского драматического театра, член Союза писателей СССР и России, председатель Высшего совета Федеральной национально-культурной автономии Ногайцев России Валерий Казаков. Всю свою жизнь Валерий Сиперович отдал служению своему народу и родной республике. В нашей студии он рассказал нашему корреспонденту Белле Джазаевой, с каким настроением он подошел к своему юбилею, кто был его наставником и в чем он видит свое основное предназначение. Здравствуйте, Валерий Сиперович. Безмерно рада видеть вас снова у нас в гостях. Этот год для вас юбилейный, год вашего 75-летия. Вы человек у нас очень многогранный. Помимо того, что вы известный писатель и, конечно, общественный политический деятель, вы театральный деятель, вы даже министром работали. Вся ваша жизнь посвящена своему родному Ногайскому народу и нашей республике. Сегодня, к своему юбилею, с каким настроением вы пришли, конечно же. И вы довольны тем, как вы прошли этот путь? Ну, в общем, моя жизнь прошла, можно сказать, очень удачная жизнь. У меня хорошая жизнь прошла. Я воспитывался в многодетной семье. Отец и мать, значит, мудрые были. Ну, в счастье, четверо мальчиков и двое девочек. Потом бабушка и дедушка у меня по материнской линии. По отцовской бабушке и дедушке их не застали, они меня, и я не застал их. А бабушка и дедушка по материнской линии, у нас по-нагайски. Нагашакаман, нагашатам, нагашатаман, нагашаем. Это Ахпулеки, Чанбек, Кивалуи. Мне в детстве воспоминания у меня такое. Валерий Сиперович, вот людям, которые только начинают свой профессиональный путь, в любой сфере, какие рекомендации вы можете дать, как Аксакал? Какую бы работу ни делал, надо стараться ее выполнять честно. Не линять. Работа какая бы она трудная, она всегда трудная, когда работу не знаешь. Надо, значит, учиться. А какая бы трудная работа ни была со стороны, если ты работу хорошо знаешь, она никогда не бывает трудной. Она приносит человеку радость. Я слышала, что вы заядлый рыбак. Это правда? В свободное время от творчества, от общественной работы вы отдыхаете, ловя рыбу? Да, ну, никак. Утро брали, встаю, иду в речку там, ну, ловлю, там пруд у нас там небольшой есть. Ну, сейчас замерз, ловлю рыбу обязательно, меня там друзья ловят всегда на рыбалке. Это вас успокаивает? Да, ну, это же вообще хорошее. Успокаивает. Успокаивает и, ну, отвлекает, можно сказать, ну, это рыбалка. Ну, это надо быть рыбаком, а как там его расскажут, что это такое. Это обед забывающий, это дети приходят, иногда там приносит. Как вы можете себя охарактеризовать, наверное, в нескольких словах? Вот какой вы человек? Ну, это, наверное, со стороны лучшего вида, наверное, друзья, товарищи, так сказать, ну, не знаю, как у кого-то, ну, говорят, что добрый, а там не знаю, добрый или не добрый. Говорят это. А так бывает, что и злимся, бывает, что, ну, не знаю там. В своей уже, можно сказать, большой жизни, что вы считаете наибольшим своим достижением? Ну, самым большим достижением, вот, семья, значит, это уже у меня вот пятеро сыновей, вот, внуки, внучки, правнуки, правнучка. Ну, в общем, есть... Чем гордиться? Да, вот, это такое, вот, ну, считаю, что очаг, семейный очаг, это я считаю, что у меня... Какие у вас будут пожелания, наверное, вот, какие-то вот наставления, наверное, подрастающему поколению? Подрастающему поколению, ну, творить надо, надо работать, поменьше спать, побольше работать, рано утром вставать. Сейчас я вспоминаю своего отца, как-то, он в Подмосковье, вот, там был, как, в санаторий, там, поехал. А брат мой там в санаторий жил, а, вот, в Москве жил там, и он из санатория его отца прибег к себе на неделю раньше. Я оттуда взял, ну, говорит, у меня поживи, там, утром, а я представитель всей Советы, там, работал, утром в 6 часов я звоню отцу, оттуда, ну, в Москву звоню. Тогда же сотовых телефонов нет, проводно. Звоню, отец сразу там поднимает трубку. Я говорю, как там, вот, вот, да, все хорошо, говорит, ну, тут, говорит, слушай, говорит, тут до 10 с 5, говорит, это Москва непонятно, говорит, для меня, это сам город же. Ваша основная цель, ваша основная задача, это, насколько я знаю, объединение нагайского народа. Мы нагайцы, евразийский народ, фактически мы нагайцы, да, мы в 6 субъектах Российской Федерации коренные. И в каждом субъекте менее 3%. И получилось так, что там диалектические разные диалекты, и у нас литературный язык один, а разные диалекты, ну, обучение проходит у нас, здесь в Карачаево-Черкесии, в школах преподают, и в Дагестане. А так в остальных регионах нет, преподавания нет. Даже во многих регионах даже факультатива нету даже. Вы хотите объединить? Да, ну, сейчас мы объединить в каком плане? Мы хотим объединить экстерриториально, то есть у нас есть, значит, федеральная общественная организация, называется Федеральная сад культурно-автономной нагайцы в России, и, значит, экстерриториально мы сейчас собираемся объединить. То есть в разных субъектах, допустим, свои министерства, да, у нас в Карачаево-Черкесии министерства образования, в Ставропольском крае министерство, в Дагестане министерство, в разных местах, в разных местах. А единственное, что там повезло нам, кубанским ногайцам, что мы здесь в Карачаево-Черкесии, наш язык здесь государственный язык. Благодаря тому, что карачаевский язык, абазинский язык, карачаевский язык, ногайский, русский, черкесский, они государственные, у нас пять субъектообразующих народов. У нас и телевидение, у нас и радио, у нас и журнал, у нас газета, книжное издательство, у нас еще здесь в республике, здесь предучилище на ногайском языке, в этом карачаевский университет, единственный университет, где во всем мире высшее образование получают на ногайском языке, ногайцы. Вот, это у нас вот такое везение есть. Но, к сожалению, язык все равно гаснет. Вот, поэтому у нас сейчас сверхзадача эксцеритарно объединить. Валерий Сиперович, я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Конечно, я желаю вам долгих лет жизни, здоровья, успехов в вашей работе, нелегкой работе. Спасибо вам. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры делал DimaTorzok Агрокомбинат Южный приглашает овощеводов, водителей, агрономов, трактористов, разнорабочих, ИТР, электриков. На постоянную сезонную работу. Официальная заработная плата. Доставка на работу транспортом предприятия. Обучение. Заработная плата 50 тысяч рублей. Режим работы с 8 до 17 часов. На нашем предприятии гарантированы социальные льготы согласно коллективному договору. Телефоны 8 918 710 48 88, 8 900 88 611 55 78. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова